Я объяснил, как связано с комбинаторной метабологией на одном примере. Да, да, сейчас, сейчас, при чем. Смотрите, я должен еще одно слово сказать. Вот мы вычисляли... Есть еще один простой, но крайне важный трюк, который очень сильно упрощает жизнь. Мы вычисляли, значит, интеграл Z, который интеграл по геонервному пространству. 203 минус от 1 до 2 х, а х минус от 1 до 4 х, сумма 2 и 1, и 4, и х, и 1, и х, и 4. И мы представили коэффициенты разложения по степеням ε в виде суммы по 4-х валентным графам. Топологически различным 4-х валентным графам. Те графы, которые я рисовал на доске, скажем, до сту-четех прыщин, но из них только один граф был связанным, а два графа не связанным. Их вклады, конечно, распадались в произведение. Вклады от одной компоненты и от другой. Или, скажем, там был граф с тремя компонентами, то тут получался куб вклады от одного. Так вот существенное упрощение, которое очень сильно используется, это рассматривание разложения не самой статсумы Z, а разложение логаритма, которое называется «свободная энергия». Значается буква F. Разложение логаритма. И вот оказывается, и, пожалуй, у меня уже, я уже, опять же, чисто комбинаторное упражнение, для этого не нужно уже ничего, ничего дополнительного, просто нужно сравнить, понять хорошо, как вот устроены вклады от несвязанных графов. Оказывается, что вот это разложение имеет аналогичный вид суммы ε вкаты, где ОК по степеням ε, где коэффициент при катой степени ε, снова представляется в виде суммы, по каталогическим различным графам, как и здесь. Но разница в том, что здесь у нас имеется, уже будет стоять сумма, по связным. По связным графам. опять же, связанным графам, это, наверное, четырехк, четырехпазентных вершин и так далее. Все правила идентичны предыдущие. Ну, это нетрудно в это поверить, именно потому что вклады не связанных графах, повторюсь, они и есть произведения вкладов связанных. А когда мы берем логарифм, только раз произведение, произведение останется только, останется эта сумма. Это, конечно, сильное упрощение, потому что не связанное число, не связанное графу, конечно, растет довольно быстро. Датого года. И что, смотрим интеграл по пространству матриц? МН. Есть или минус след. Давайте я уже Эксилон загоню сюда. Одна вторая. Одна вторая. М квадрат. Плюс Эпсилон Т. М в четвертый. Я напомню, что Эпсилон у нас был единственный момент. В какой-то момент мне это будет существенно нецеленно. Значит, нужно опять воспользоваться правилом Вика. Одинственная, но некая дополнительная небольшая техническая сложность, что теперь у нас у векторов много индексов. В каждой компоненте матрицы наберуется пара индексов. Нам нужно знать, согласно общим правилам, нам нужно знать, как устроена матрица квадратичной формы и обратная к ней матрица. Матрица квадратичная форма это след квадрата, конечно. След М квадрата, это есть сумма М, И, Ж, М, Ж, И. Ну, или, другими словами, поскольку матрица то у нас Эрмитова, сумма М, И, Ж, М, Щ, Г, И, Ж. Мне удобно использовать комплексные координаты в пространстве Эрмитовых матриц, потому что мы видим, что в комплексных координатах запись этой квадратичной формы она делается диагональной. Понятно? Диагональной матрицы. Диагональной матрицы, конечно, легче обращать, потому что она же ей и будет. Таким образом, двухточные корреляторы М, И, Ж, Т, М, Ш, Т, К, Эрмитово очень простой. Это есть Дельта и К и Дельта Ж, Эрмитово. И вот теперь нам нужно рассмотреть согласно общим правилам графы с четырьмя с четырехванетными вершинами на каждом регионе расставить индексы. А двухточечных достаточно таких, да, М, М, с чертой? Да, остальные 0. Остальные 0. Матрик единичный. Вот. Расставить индексы. Давайте я начну с серебра, потому что, потому что, ну, вершине мы сейчас поймем, самое, что нужно делать, делать с вершиной. Давайте начну с ребра. вот у нас стоит на ребре И, К, Ж, Л. У нас на каждом ребре стоит пара индексов, потому что это номера, координат пространства, матрицы. Но при этом нужно помнить, что индексы у нас неравноправные. то есть у нас первый индекс спаривается только с первым индексом, а второй только со вторым. Поэтому, чтобы не запутаться, удобно нам сделать вот что. Нам мы превратим это ребро в полоску. Вот. Ну и нужно помнить о том, значит, какая есть матрица есть буква М, а какая есть матрица буква М с чертой. Ну, давайте, чтобы это помнить, нужно нарисуем стрелки, то есть верхний индекс идет от М к М с чертой, а нижний индекс от М чертой к М. Такое правило. Ну и на каждом на каждом таком ребре нужно поставить дельта функции согласно этому правилу. То есть дельта 3К пишется здесь, дельта ЖК пишется здесь. Ну и произведение их. Это ребра так выглядит у графа. Как вы видите вершины? Вершины четверополепные, но теперь в каждой вершине сходится у нас уже 4 таких ленточных ребра. Теперь если мы посмотрим на формулу для следа, то есть у нас след следа в четвертой степени, это есть сумма м м ж м ж к м к л м и то нетрудно понять, что теперь у нас стрелки должны быть расставлены таким образом. Напишем здесь и здесь индекс и здесь g g и например, такая расстановка индексов. В самом деле давайте попробуем применить правила Вика для вычисления вот интеграла от такого корреля от такого произведения. Даже сразу такие головые скобки. Значит, это нужно рассмотреть прямо самосевозможное испарение между факторами. Ну, какие испарения? Например, такое испарение 1,2,3,3,4. Получится m,g,mg,k но здесь нужно, поскольку у нас непрерывный коррелятор только m,m с чертой. Получится m,g,m с чертой k,g умножить на m,k,l, m с чертой и l. Первая часть. Вторая часть. Давайте сотру это в спайринге, например, теперь можно сделать, что первое с третьим, а второе с четвёртым, плюс первое с третьим М и Ж на М счёртой ЛК умножить на М ЖК, М счёртой ИЛ. Что ещё осталось? Осталось ещё равно один вариант спарить первый индекс с четвёртым, а второй с третьим. Я продолжу здесь. Плюс М и Ж, М счёртой ИЛ на М ЖК, М счёртой ИЛ К. Что у нас получится? Теперь нужно поставить везде соответствующие дельта-функции. В первом случае дельта-К и дельта-ФЛ плюс дельта-А и Ж. Дельта-ИЛ, дельта-ЗК, дельта-ИЖ, дельта-ИЖ на дельта-К. И плюс последний вклад, дельта ИИ, дельта ЖЛ, дельта опять ЖЛ, вот что я напишу как ЛЖ, и дельта как А. Посчитаем теперь эти, после чего нам нужно просуммировать по всем индексам. Дельта ЖЛ, что это такое? Это след единичной матрицы, то есть это есть Н. Дельта ЛС снова Н. Дельта ИК, дельта КИ, это след квадрата единичной матрицы, который тоже дает фактор Н. И, в общем, первый член нам дает Н в кубе. Второй член, дельта ИЖ, ЖК, КЛ, ЛИ. Это след произведения четырех единичных матриц, то есть Н. Теперь, значит, здесь у нас, опять же, дельта ИИ это Н, дельта КК это Н, дельта ЖЛ, дельта ЛЖ, это след квадрат единичный, то есть тоже Н, всего Н в кубе. После чего нужно вспомнить, что у нас есть коэффициент епсила, который есидится на Н, после чего у нас получится А на 2АН квадрат плюс 1. Так, что здесь поучительно в этом? Теперь давайте посмотрим, какие же графы этому соответствуют. Это графы со мной вершины, но графы, у которых ребра являются лентами. Так что еще каждая, каждая сторона ленты, на ней имеется стрелка. Сколько у нас таких имеется графов с одной вершиной? Ну давайте я их нарисую. Один граф. Отвечающие первому. В самом деле, если мы расставим здесь индексы. Я попробую расставить индексы. Здесь индекс G, здесь индекс E. Индекс G, здесь индекс G, здесь индекс G. D, 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 D. Мы поставим теперь на каждую прибрегу, нужно поставить на первую функцию. D, 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 D. Это то, что написано там. Теперь что отвечает второму графу? Это рисунок в втором мочке. Рисунок более хитрый. Попробую сейчас его сделать. Так, значит, как здесь нужно расставлять индекс E. И потом L, там нужно стрелки нарисовать. Так, так, так. Как это такие штуки? Да. Какие полосы? Да. Ну, так называются не точно. А как это слово? Я специально называю это. Типа как-то. Знаешь, и L? Трэнтрактор. Трэнтрактор. В общем, все. А, если пусть... Что еще? Где у нас G? Трэнтрэк. Да. Трэнтрактор. G? Ну, это не совсем. Трэнтрактор. Так. Второй граф. И третий граф, это будет на самом деле такой же, как первый, только другая нумерация. Это на всю жизнь. Да. Всю жизнь. Всю жизнь. Пш. Не надо. Другая нумерация. Что здесь важно? Важна степень переменной n. Давайте посмотрим, как угадать, чему равна эта степень, глядя на граф. В этом случае у нас имеется у графа граница состоит из двух компонентов. Трех. Украинский транспорт Или одну компоненту внешнюю не считать? Тогда можете почитать, как угодно. А тут одна компонент. Во втором случае сколько у нас крана? Одна. Граница одна компонента. Ваш стрелочек, господа, дорогой. Стрелочкой, дорогой. Нет, стрелочка, но что на ребре? Стрелочка на связанном ребре идет в своем направлении. Тут простое правило. На каждой компоненте стрелочка согласна. Здесь нужно нам не число, а компонент. Сейчас, давайте я попробую. Правильно утверждение сформулировать. У нас вот каждый такой ленточный граф утверждение более точно такое. То есть мы рассмотрим связный... Я вам напиши, потом попробую связанный... Ленточный граф. Можно поместить на некоторую поверхность рода G. Минимального рода G. Например, вот этот граф можно поместить на сферу. Этот на сферу нельзя поместить. Не будет. Помещается... На тур. На поверхность рода D, на тур. То есть здесь G равно 0. Здесь G равно единица. Здесь G равно 0. То есть утверждение, которое я хочу сейчас попытаться точно сформулировать, это сказать, что вклад от данного графа есть некое там число, комбинаторное, может на n в степени 2 минус 2G. Ну, в самом деле, давайте попробуем попроверить. Померить для этого случая, который я только что стер. Это, конечно, работает. Значит, как это? У нас у графа имеется K. Значит, после у нас имеется K вершин. Если каждая вершина, поскольку имеет валентность 4, то количество ребра у нас имеется 2K, поскольку каждый ребро ленточный крёп, то каждый ребро соединяет 2 вершины, а в каждой вершине сходятся 4 ребра. Ну, давайте у нас еще есть какое-то число областей. Пяти. А, циклов. Циклов, да. Которые есть не что иное, количество количество грани, вот, на которые наш граф разобьет ременную поверхность. Да, количество областей. Количество областей, да. Ну, тогда у нас имеется, что нужно использовать, что количество вершин минус количество ребра плюс количество петель, те 2 мм за 2 жесты, конечно. Вот. Теперь количество ребра будет 2K, таким образом, минус 2K это будет минус K, то есть количество петель минус K, минус K, минус 2G. Ну, вот, на самом деле, то, что я пытался сказать неправильное утверждение, правильное утверждение такое, что нужно дать количество петель минус K, минус K, то есть 3, 3 петли минус 1 вершина. Здесь 1 петля минус 1 вершина, степень 0, и так далее. Короче говоря, таким образом мы приходим к утверждению, что если взять логарифм нашего интеграла, это 1,5 интеграла 0, чтобы суммировать, нам нужно, чтобы суммировать только по связанным графам, это есть сумма, G больше равен 0, G больше равен 0, G, G, D, A, T, минус 2G, где G, G, D, A, T, разлагается сумма F, G, D, A, T, 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 A, Графов с 4-х лентными вершинами. Число, я здесь не вполне точно формулирую, число имеется только число табологических различных, и нужно число поделить на порядок симметрии, порядок группы симметрии графа. Сейчас связанных и еще ориентированных лентами. Да, связанных и ориентированных, конечно. Да, связанных и ориентированных. Спасибо. Теперь, как связаны ленточные графы с квадрингуляциями поверхностей. Пусть у нас имеется такая-то квадрингуляция на поверхности и так далее. Можно рассмотреть двойственный граф. То есть, взять в центре каждой грани и соединить в центре. Конечно, тогда двойственный граф будет четырехвалентным. Теперь, чтобы помнить о том, что наш граф лежит на поверхности, мы раздуем каждое ребро, пройдем ее в ленту. После чего у нас уже получится эта самая поверхность. То есть, вот, черехугольники регуляции, это просто будет как раз вот замкнутые петли в нашем ленточном графе. Ну, а вершины, они не есть, в основном, они есть в этой центре. Простите, а можно еще корейцию? Пожалуйста, мы берем нарисовать сначала. Берем у нас, имеется, разбиение нашей поверхности на четырехугольнике. Берем в центре, в каждом четыре угольники. Соединяем карту и пару точек через соответствующую игру. Получаем то, что называется двойственная игра, которая будет четырехвалентным. После чего мы раздуваем каждое ребро двойственного графа, провещаем его в ленту. Чтобы помнить, что у нас граф лежал на поверхности. То есть, кусок поверхности остается в виде раздутия каждого ребра. Поэтому ясно, что такие ленточные графы, они как раз вспомнят не только комбинаторную структуру, вот этого двойственного графа. Но также помнят и топологию поверхности. Просто каждую, чтобы восстановить поверхность, нужно взять каждую петлю на нашем ленточном графе и заклеить ее диском. Поверхность дырка просто. Что? Просто поверхность с несколькими дырками. Поверхность дырками, да. Которые дырки заклеиваются без проблем. Конечно, это утверждение без труда обобщается на случай, когда мы добавим другие степени. Например, конечно, если мы, скажем, захотим считать число треугуляций, нам нужно написать тогда след М в кубе. И тогда получится здесь не эпсилон, а корень из эпсилона. Тем не менее, хотя здесь у нас стоит корень, когда мы разложим по степеням, поскольку только четные корреляторы дают вклад, то будет разложение по целым степеням, а эпсилон, если единицы с нами. Что, с интеграцией не сходится? Интеграцией, конечно, не сходится, но формальное симпатическое разложение по-прежнему имеет смысл. У меня осталось... В случае четных степеней интеграл сходится, все хорошо. Четные, если при основе положительности. Да, положительности. И это аналитическое разложение совпадает с... Асимпатическое разложение. Оно не совпадает, оно является асимпатическим разложением настоящего интеграцией. Теперь несколько слов все-таки о связи с интегрированными системами. Осталось времени немного, но, тем не менее, что-то я попробую объяснить. Примерно полчаса. Сейчас, если больше, то, да. Давайте вернемся к этому интегралу. Здесь не важно будет, какая степень. Я напишу, как раньше, свет полинома. Поляртие. Пусть какой полинома, я думаю, вы уже помните, как устроить полиномы, и то, что здесь фактор N тоже не очень существенно. Могу, 50N, или единственный наэксона. Так вот. Этот интеграл многократный, то есть N квадрат по размерность пространства, по которому мы интегрируем. Что я хочу сейчас сделать, прежде чем свести, мы начнем обсуждать интегрированную систему, свести этот интеграл к интегралу по пространству размерности N. что для этого нужно. Заметим, что этот интеграл является унитарно-инвариантным. что имеется в виду, что если мы N заменим на U со звездочкой N, U, а U лежит в унитарной группе, в группе унитарных матриц, то след, конечно, не изменится. N равен следу U со звездочкой U. Потому что можно след у нас инвариантным в отношении к циклическим установкам. Унитарная группа определяется за столь же, что U со звездочкой на U без единичной матрицы. Поэтому след не изменится. Это первое наблюдение. Не трудно понять также, что и вот эта наша мера, естественно, евклидовая мера пространства или мера левевого пространства и унитарных матриц в нашем линейном пространстве тоже инвариантно в отношении. N тоже инвариантно. Поэтому что можно сделать? Можно ввести новые координаты так, что первая через половину координат приходит с унитарной группы, а вторая то, что уже отвечает инвариантом матрицы на смесиальные направления. Мы знаем, что такими преобразованиями существует всегда преобразование U для любой эрмитовой матрицы существует преобразование U из унитарной группы такое, что U с звездочкой M U это есть диагональная матрица лямбда 1 лямбда n и более того собственные числа лямбда 1 лямбда n для эрмитовой матрицы они все вещественные. Здесь, конечно, есть некий произвол в выборе такой унитарной матрицы и выборе собственных чисел. То, что я хочу сделать, я хочу использовать вместо координат, которые есть просто матричные элементы матрицы M рассматривать координаты, которые есть собственные числа и вот эту приводящую матрицу U. Здесь, конечно, есть некий произвол, потому что унитарную матрицу U можно умножать справа на диагональную матрицу. Ну, по модуле этого произвола это отличная замена координат, поэтому можно свести все, что я сейчас делаю, можно свести интеграл по простонавстерам метровых матриц, категралу по унитарной группе по отношению к стандартной так называемой Мерикара и категралу по собственным значениям. Давайте я напишу формулу, а потом объясню, откуда эта формула берется. Формула такая, что это равно точно некоторого фактора, который есть объем унитарной группы, на самом деле унитарной группы с точностью до умножения на диагональные матрицы, на интеграл по d следующее выражение дельта в квадрат от лямбда есть минус сумма n v от лямбда и d лямбда 1 d лямбда n где где дельта от лямбда это опять же панпермония уточняю говоря, чтобы быть более аккуратным, чтобы устранить некий прейсбол, нужно прейсбол еще выбор лямбда надо как-то упорядочить, можно как-то упорядочить, например, по возрастанию, но потом в посоке все это выражение инвариата в отношении к перестановке можно поделить еще на факториал и уже интегрировать по всему пространству с координатами лямбда дельтель лямбда н куда это возникает? Сейчас а вангармод там откуда dm равняется d u умноженной на вангармод это как раз екобиан а это екобиан чтобы делать замену координат нужно посчитать когда мы делаем землян координат нужно остается интеграл того же выражение умножить на екобиан замены давайте посмотрим как вычисляется это екобиан замена еще повторяю координат m мы заменяем на координаты лямбда 1 лямбда m и на матрицу унитарную матрицу u которая диагонализует я только часть этого вычления объясню как вычисляется екобиан в окрестности единичной матрицы унитарной группы понятно то есть означает что наша матрица m близка к диагонали так вблизи у равно единичная матрица напишем тогда уровня с единицы плюс и а з а это эрмитова матрица ясно что плюс О большая норма А подраться представляется и вот это эрмитова матрица а ее можно считать координатами в окрестности единицы на группы на шаг устроена теперь наше действие нашей группы которая которая точнее вот у нас была при а нулю получаем диагональную матрицу давайте лямбда это дегональная матрица лямбда 1 лямбда n тогда у со звездочкой лямбда у равняется лямбда поскольку я подбрасываю члены квадратичный по поставляю только линейный будет что будет ну давайте напишу сначала полностью единица минус и со звездочкой звездочкой транспонирование и комплектность сопряжения лямбда деница плюс и а плюс члены более высокого порядка что нам даст лямбда плюс коммутатор минус или плюс плюс коммутатор и на коммутатор лямбда вот это наша замена в окрестности единицы теперь надо посчитать якобиан ну что у нас получается диагональная матрица tm и и равняется d лямбда и так а вне диагональной ну давайте прежде чем дифференциал считать над подвижными m и и равняется лямбда и а m и житая это у нас наша матрица m m и житая вне диагонали это будет вот этот коммутатор что такое коммутатор с диагональной матрицей но корень из минус и остается лямбда i минус лямбда жи на а и жи теперь напишем дифференциалы нам нужно посчитать произведение dm и и на произведение dm и ж dm с чертой и ж и меньше ж это это наша мера записана в координатах получится первый кусок нам даст произведение d лямбда и 2 кусок нам нужно на произведение лямбда и минус лямбда жи на т а и жи на лямбда и минус лямбда жи срочно до сна на dh то и жи там как раз дает лямбда и минус лямбда жи в кури разе плюс дифференциалы до лямбда которые нам уже не интересно они вот мы берем внешнее произведение дифференциал это даст 0 вот и мы видим что по крайней мере в окрестности единицы наша наша мера становится равной произведению лямбда и минус лямбда жи в квадрате и меньше жи нужно произведение всех лямб и на произведение на естественную и в лиду меру на пространстве эрмитров матерец которая есть как раз отвечает мере хара на унитарной группе в окрестности единицы ду да ну немножко нужно еще поработать дополнительно использовать варианты смера хара чтобы это это впечатление перенести на окрестность любой другой точкой давайте я заставлю в качестве упражнения таким образом после этого вычисления мы сведем наш интеграл интеграл по этой мере то есть по мере хара на унитарной группе ну точнее на факторе по диагональной матрице даст нам объем и интеграл вот этот самый кг умножить на след вот этой матрицы в этом это сумма значений полинома в на собственных значениях высоких чисел вот теперь следующее как вычислять нам интересует вот этот интеграл это уже какого посчитать это тоже отдельный вопрос но это уже ну не зависит ни от параметров зависит как ты от это некое вычисление которое если не останется время объясню как вы делать вот нам нужно считать такой интеграл давайте это дальше мы сдать с волной давайте чтобы упростить значение я не буду каждый раз переписывать этот фактор N большое я не буду считать что он входит в полином V V от лямда теперь у нас V от лямда это место N на 1 вторую лямда квадрат плюс сумма полином нега полином здесь мне существенно все-таки предположить что интеграл мой сходится полином обрывается на четной степени лямбда и коэффициент при этой четной степени имеет правильный знак чтобы достичь исходились введем ортогональные полиномы PN от лямбда это полиномы со старшим коэффициентом единицы которые ортогональны скалярные произведения PN PN по предъявлению здесь интеграл по вещественной прямой от произведения PN от лямбда PN от лямбда с вершим естикнем минус V от лямбда это функция положительная интегрируемая согласно общей теории фактически это теория ортогонализация грамма Шмидта можно ввести такую систему полиномов со старшей степени старших единиц полиномы степени так что непопарно от лямбда скалярные произведения они не будут ортонормированы потому что у меня у меня другая номеров так что здесь единиц стоит здесь полуходит HN который из квадрат нормы умножить на бельта N N и вот сверхчателем то что вот эта самая модифицированная статсума с точностью до ноль солиакен факториал это есть как раз произведение H0 H1 HN-1 в произведении нормировочных факторов HN-1 это длина квадрат длины квадрат этого автоканального полинома доказательства мы хорошо знаем что определитель Вандермонда это если что иное как определитель такой матрицы здесь скажем единица лямбда 1 лямбда N лямбда 1 квадрат и так далее это лямбда 1 в степени N-1 N-1 3 заключается вот в чем давайте заменим строчки вот эти такие элементарные маномы заменим на полиномы P то есть мое утверждение что Мандермонт равен также 0 0 дамбда но это банальность P1 дамбда 1 P1 дамбда N P N-1 дамбда 1 P N-1 дамбда почти очевидно в самом деле первая строчка это те же самые единицы по определению вторая строчка это линейный полином со строчками с этими единицей то есть строчки стоят лямбда 1 плюс константа и так далее лямбда N плюс константа та же самая константа всюду поэтому вторая строчка здесь это вот эта вторая строчка плюс с каким-то коэффициентом добавленное первое то это в детерминат не изменится ну и так далее сейчас вы видите мне полезно нормировать оптогональные полиномы именно таким образом ну и теперь давайте раскроем определитель по определению это есть сумма по всем перестановкам минус единица в степени знак перестановки полином от лямбда I значит произведение полином от лямбда I с индексом I от I понятно да? и выбираем какой-то элемент из первого из первого столбца из второго и так далее а пи это определяет на выбор элементов в этом столбце теперь мы нужно возвести в квадрат и проинтегрировать вот с этим весом сумма в дамбда в квадрате в квадрате каждый полином нужно написать таким образом будет уже сумма суммирования по парам перестанов минус 1 сигнум пи плюс сигнум пи штрих пи пи от единицы от лямбда 1 пи пи единство простите от нуля от нуля здесь от нуля до I минус 1 у нас в настройке по-насболиному от нуля нумеруются P минус 1 ух обозначение что за лично не лямбда нет ну здесь лямбда это правильно но важно что пи все-таки от единицы нужно писать но имеется в том что нужно с дверной единиц минус 1 от лямбда n а первое детерминат умножить на такое же произведение штрих это квадрат мандерманда теперь нужно вот этот кратный кратный интеграл и проинтегрировать полярный день до 2 и так далее но экспонент от суммы то есть произведение экспонент теперь мы интегрировали произведение вот это вот этих двух оно отлично отмоляет только тогда когда минусы сопадает и равно как раз это аж от единицы минус 1 и так далее всего ортогональность что дальше дальше мы должны помнить здесь не такое замечательное замечательный момент из теории ортогональных полиномов как трехчленная трехчленную рекурсию отсюда и у нас уже сразу и появится оператор лакса а именно рассмотрим полином полином лямбда умножим его на лямбда это полином в степени n плюс 1 высокортигональный полином образует базис можно разложить его по этому базису ну первое чтение равновесия неочевиден это просто n плюс 1 следующий как всегда назначим p n потом b то вот окажется что больше ничего нет то есть трехчленная рекурсия что эта матрица оператора умножения на лямбда трехдиагональна давайте напишем эту матрицу значит на диагонале стоит a0 a1 a n под диагональю стоят единицы и на диагонале стоит b0 и так далее n минус 1 больше ничего у ортогональных да сейчас это у всех это вообще всех ортогональных пленомов я забыл да вообще теория ортогональных пленомов очень такая важная и красивая часть математики с любым весом с любым весом не важно то что вес наш экспоненциальный это будет важно позже чтобы вывести уравнение цепочки и шахту это потекает в самом деле у нас оператор умножение на лямбда давайте напишем лямбда pn от лямбда это есть сумма по m это матрица этого оператора на pn от лямбда и ясно все сказано что это суммирование не ограничивается только до n плюс 1 это очевидно если более того что главные члены это разъединиться ничего доказано вот как это является симметричным симметрическим оператором разумеется лямбда пн такое скалярное матрицу грамма в базисе из ортогональных полиномов что у нас получится что h умножить на l равняется l транспланированным умножить на h и вот сила такой сопряженности поскольку здесь ниже нули ну и выше должны быть нули особенно больше получается так же что b n есть h n 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 н n n n н n n большая неточность в нормировке я не буду сейчас за этим внимательно следить поскольку мира зависит от параметров ты значит и ортогональные полиномы зависит от параметров ты нас интересует как же собственно не зависит утверждение следующая клемма где воде ты карта поделиться в официальный попросту говоря давайте обозначим матрицу m m m m поскольку здесь у нас старший коэффициент постоянные единицы то при дифференцирование будет полином степени не выше n минус 1 поэтому здесь строго меньше чем это еще нет утвердение лима это есть некая очевидность а утверждение лима что б н н равен нужно взять вот эту матрицу л карты степени м н прийти м меньше н или ноль когда м больше равно н ну то есть это можно коротко написать таким образом б и взять часть строго выше диагонали как бы ты увидишь как бы ты увидишь ну в самом деле давайте а напишем а 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 и а а а а а а Скалярное произведение, ну, напишем их более явно, здесь интеграл ДПДТКТ, ПН, ПН на ЕСИТНИЕ минус В, от лямбда, от лямбда, от лямбда, от лямбда. Вот, и, ну, все три члена нужно дифференцировать. Ну, давайте дифференцировать. Получится произведение от прогноза ПН, то есть сумма БКН БПК на ПМ ЕСИТНИЕ минус В, от лямбда. В, от лямбда, плюс, плюс ПН сумма БКН, ПК, на ЕСИТНИЕ минус В, от лямбда, до лямбда. Ну, и нужно экспоненты теперь дифференцировать тоже. Минус, может быть, плюсы правильные, сейчас объявим. Ну, производные экспоненты ПТКТ, это как раз лямбда в КТН. ПН, ПН, будет минус В, от лямбда. Давайте теперь ограничимся в случае, когда М меньше Н, кажется, так. Тогда, ну, во-первых, здесь у нас сила ортогональности. Эта сумма будет отлична от нуля только при К равно М. А эта сумма отлична от нуля при К равно Н. Давайте я сначала напишу все шеи, а потом уже дополню по третьим условиям. Равно, равно, значимо, ВНН на ХМ, в общем, здесь, это первый интеграл. Второй интеграл плюс ВНН умножить на Н, минус, что здесь написано? Здесь стоит матрица оператор умножения на лямбда в КТН, в базисе и с ортогональными полиномами. Ну, а если мы знаем матрицу оператора умножения на лямбда, то умножение на лямбда в КТН – это КТН степня этой матрицы. Поэтому нужно написать Л в КТН, Л в КТН, какие у нас еще не посетили свободный интеграл, Л в КТН, А, так, Ж, Н, ПНЖТ, ПН, и минус В, лямбда. Ну и здесь, соответственно, только ЧН при ЖИ равняется М. То есть этот интеграл равен Л в КТН умножить на H, не спичу слева, H, M. Теперь вот наложим вот это условие, как это М меньше Н. Тогда, поскольку мы знаем, что матрица Б за нуля и цель, что мы члена не будет, осталось только два члена. Значит, первый знак мой правильный был. Плюс. Получается, БМН минус это равно нулю, потому что при М меньше Н или В часть тоже равно нулю. А суть, получается, нужная формула. Следствие. Матрица Л, матрица, вот эта трехдиагональная матрица, удовлетворяет сравнение, где Л под этой КТ, то есть пункта АЛ, где А это верхняя часть Л в КТ, а А это нижняя часть. Удобнее работать с нижней частью Л в КТ. то есть то, что стоит на диагонали, и ниже нее. Почему? Ну, потому что ее проще вычислять. Как отсюда, как это доказать? Это доказательство уже совсем простое. Вот у нас есть уравнение лямбда ПН. От лямбда есть сумма Л, М, Н, ПМ. Есть уравнение Д, П, Н, О, Д, Т, К, Т, сумма В, Н, П, Н. Можно, конечно, все это переписать в матрицинку обозначения. Так что для того, чтобы вычислить неправильно, можно вычислить и в координатах. Что вычислить? Да вот что. У нас все эти уравнения, два уравнения, на ту же самую функцию, на антиортигональный полинон. Поэтому можно написать условия совместности. Условия совместности. А именно продиферсировать первое уравнение по Т-картену. Это можно делать двумя способами. Хотя я уж не буду писать, а то руками разводить. Двумя способами. Какие два способа? Можно дифференцировать левую часть ПН, используя второе уравнение. Но потом умножать вот эти Пленовы ПН на лямбда. Можно дифференцировать правую часть используя будет производная матрица L и плюс L умножим производным полиномомом ПТ-карта. Ну, опять же, нужно использовать вторую строчку. Если мы все это проделываем, напишем, то мы получим, что вот это карта из коммутатора с матрицей B. Ну, все почти уже сделано, но единственное, что нам нужно свести вот это выражение неудобное для пояснения к этому, которое более удобно. В чем здесь? Трех-трех очень простой, что если мы возьмем Каты, то она разбивается в сумму L в Катой верхняя плюс L в Катой нижняя. Поэтому L в Катой коммутирует с L, конечно же. Поэтому это равно со знаком минус коммутатор L с L в Катой нижняя. Осталось изменить порядок, чтобы раз знак минус прийти к этому лаксовому уравнению. Последнее замечание. Вот мы имеем по поводу думать, к чему мы пришли. Вот мы вычисляли, хотели вычислять этот матричный интеграл статсуму для случайных матриц и выявили дифференциальные уравнения, точнее дифференциально-разностные уравнения, потому что у нас неизвестными являются матрица трехдиагональная матрица L, которая возникает из трехчленной рекурсии. Нужно еще знать начальные условия. Это будет последнее замечание начальное условие. Ну, естественно, взять, когда все времена обращаются в ноль. тогда при этом что у нас происходит? Интеграл, конечно, сводится, исходный интеграл, конечно, сводится к Гауссому. Интеграл, который, вот, я подначал взять с волной, что есть произведение интеграла квадрата и ландермунда. Его, конечно, мы читаем труднее, как ни странно, мы сделали замену, чтобы упростить интеграл и эта часть почему-то усложнилась, но не очень сильно усложнилась, потому что у нас была формула, что этот интеграл равен лект множестве ортогональных полиномов вот с таким весом с гауссом и вес что это за полиномы существует фактор это полинома Эрмита на самом деле полиномы Эрмита это полиномы ортогональные с весом есть и минус х квадрат без 1 2 ну к этим и к тому же у них старший у них другая номеровка старший коэффициент не единица а семьи двойки некоторые но я уж не буду сейчас это все равно если кто знает полином Эрмита сразу напишет ответ а если кто не знает это не очень полезно сейчас списать все формулы и теории полином Эрмита короче говоря если использовать теорию полиномы Эрмита отсюда будет вытекать что наши полиномы со старшим единичным ортогональные по отношению к весу минус лямбля квадрат пополам при m не равно n для них это трехдиагональная матрица будет вот какая значит трехчленная рекурсия будет иметь вид pn плюс 1 плюс n pn минус 1 поэтому начальные условия для вот этой интегрируемых равнений цепочки Тодэ вот такая трехдигональная матрица когда все это равно нулю нулю на диагонали единица по диагонали а здесь числа 0 1 0 1 2 и так далее ну на этом мое время даже я уже как более чем и стекло прошу прощения за запоздание это только вот первое первое введение случайной матрицы здесь много есть еще интересных вещей обобщение на другие модели случайных матриц на афигональность и критическую на так называемые модели нормальных матриц которые приводят к уравнению двумерных двумерные тоды и честно связано с теорией конформных отображений и задачами двумерной гидродинамики за пелексик сегодня расскажешь спасибо за внимание